Накануне мы с Еленой Водорезовой присутствовали на тренировках мужчин и внимательно, конечно же, наблюдали за Артуром Гачинским. Елена, Ваше впечатление? Сильная сторона Артура, что он здесь должен в первую очередь показать? Ну, в первую очередь, он должен показать себя, не ударить лицом в грязь. Но самое главное, что, конечно, это его конек, это техническая сторона, он обладает и четверным прыжком, и прекрасными тройными акселями, которые позволяют ему бороться на уровне всей мировой элиты. Вот, и он вчера катался очень уверенно, и видно, что он в форме, поэтому мы только будем за него болеть. Давайте сейчас как раз посмотрим фрагменты вчерашних тренировок у одиночников, и как раз там есть что обсудить. Вот как раз Артур Гачинский, мне показалось, он чуть-чуть нервничал, и очень много общался смешно. Это нормально, но, естественно, все-таки у него не так много уже за спиной чемпионатов мира, и тем более в Москве, дома. Это, конечно, очень волнительно и очень ответственно, поэтому, соответственно, его возраст, вот, видите, прекрасно, и четверной, и добавил еще тройной прыжок. Поэтому только хочется пожелать ему успехов, и аксель тройной. То есть наш спортсмен обладает всеми прыжками, теми же, что и лучше. Вращение, как вы считаете, такое ощущение, что очень много работали в этом сезоне над вращениями? Да, он очень прибавил, очень прибавил в катании, и в этом году у него очень интересные программы, своеобразные. Может быть, кому-то нравится, кому-то не нравится, но я думаю, что самое главное, чтобы ему это нравилось, и он это катает с удовольствием, он понимает, что он катает. Вот мы видим, как Алексей Николаевич всячески пытался оградить его от вот этого волнения. Конечно. Мы видели в самом начале этого видеофрагмента, как Жубер не исполнил четверной, вот сейчас он его сделал. Елена, на ваш взгляд, что с Жубером происходит? Через раз ведь прыгал четверной. Ну, во-первых, он волнуется наоборот, что на нем большая груз, большая ответственность, да, и, естественно, он горит, чтобы ему попасть в тройку, и ему тяжелее. Очень легко забраться на Олимп, но там держаться намного тяжелее, поэтому, соответственно, вот Патрик Чан тоже вчера показал прекрасное катание. Он меня просто покорил на тренировках, покорил свои работоспособности, он показал два четверных, то, что он будет, заявил наверняка два четверных в произвольной программе. Это за последнее время никто еще не делал, хотя, наоборот, его, как правило, в этом упрекали, и говорили, что он только катается уникально, а сейчас он добавил и катание, и сложность, поэтому, тем более, будет интересно, сможет он утвердить то, что он заявил. Все-таки основная борьба, вот этот вот опытный спортсмен Дайсуки Токахаси против Патрика Чана, как вы думаете? Ну, я, во-первых, вообще его фанатка, потому что и Токахаси, и Дайсуки, конечно, это настолько одаренные, настолько уникальные спортсмены, вообще японские спортсмены, я их очень люблю, и они по природе своей, сами по себе уже уникальные ребята, и Дайсуки, конечно, публика его обожает, это катание и плюс техническая сторона, все это очень сильное. А вы согласны с теми, которые разделяют, что Дайсуки Токахаси, это, в первую очередь, экспрессия, вот такая вот огонь на льду, а Чан холодноватый, чуть-чуть отстраненный? Ну, я думаю, что сейчас все это немножко, потому что, что говорит о чемпионстве? Это тот человек, который может совмещать и катание, и технику. Вот сейчас они оба уже пришли к такому, к такой умудренности, что они умеют уже, и сложные, и Токахаши. Это можно научиться? Да, ну для этого надо работать, конечно, но Токахаши, конечно, это огонь, просто огонь. Меня завораживает, я могу смотреть вообще только его дорожки. И последний, заканчиваем вот этот наш блог в прямом эфире с Еленой Водорезовой, но мы еще встретимся с вами позже. Последний вопрос Артуру Гачинскому, вот все-таки дойти до уровня Токахаси и Чана, ведь нужно просто опыт, 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 да, Кить? Ну, конечно, но я думаю, что с ним такой вообще титан фигурного катания, профессор, я думаю, что этот тендем, конечно, он должен обязательно дойти. А для чего тогда работать? Ну что же, посмотрим, ждать осталось недолго. Короткая программа у одиночников совсем скоро. Я передаю слово нашему комментатору Александру Гришеву.